Сейчас идет подготовка к молебну богини Энжимы в Баргузинском Датсане. Вы видите, что вдоль дороги миряне и паломники укладывают долга. Это лучшая пища для богини. По версии местных жителей, Содэ Лама, великий йогин, защитник и покровитель Баргузинской долины, совершал медитацию у той самой скалы. Он понимал, что появление Энжимы вдохнет новую волну в буддизм Бурятии. Местный житель Ирдани Бадмаев рассказал мне, как правильно совершать ритуалы на Большом Молебне. Сегодня большой праздник, день рождения богини Энжимы, куда все поднимаются люди и молятся. Мы будем подниматься 15 минут, тем самым будем крутить барабаны, в которых написаны молитвы на тибетском языке, и тем самым проговаривая молитву «Ом намасарар саджесуха». А что это за молитва? Это молитва специально для богини Энжимы. Уже 14 лет паломники из разных городов и стран приезжают к богине с просьбой одарить их детьми. Ирина с мужем долго ждали сына. У них три дочери. Пять лет назад они пришли к Энжиме. Потом мы взяли мальчика из детдома. Ну, никак это не усыновили, а просто как приемную семью создали. И потом сразу через год у нас появился старший сын. Потом мы поблагодарить приехали. А у нас снова мальчик еще родился. И сейчас у нас пятеро детей. Малебен проводили ширеты ламы всех датсанов в Бурятии, во главе с пандидахом Баламой Дамбой Айшеевым. Во время молебна миряне совершали горой и простирание нечетное число раз. Эти действия очищают, подавляют гордыню, тщеславие и увеличивают благодеяние. У богини Энжимы просят детей, просят вторую половинку. Например, женщины преподносят мужские вещи, а мужчины – женские вещи. А когда просят детей, они преподносят куклу. И через какое-то время ее забирают обратно. Потому что этой куклой должны играть и передаривать другим детям. Богиня Энжима – это муза для артистов, художников, людей, которые творят и созидают. Многие из них приходят к ней и просят вдохновения. Валентина Походеева уже 30 лет занимается файклером в Народном театре села Олегчикан. По ее мнению, соседство с богиней дает большое количество талантливых людей. Мы сами сочиняем, делаем постановки на сцене. Участники нашего фольклора и школьники очень любят петь и рассказывать стихи. С каждым годом на молебенном восхвалении богини Энжимы приезжает все больше туристов из России. Елена Гармаева, Владимир Попов, АТВ Редактор субтитров А.Семкин